Танец Татьяна, в том числе и к тебе. Вот как ты думаешь, зачем люди танцуют? Я думаю, что кто-то оттачивает свое мастерство, а кто-то хочет стать стройным и гибким. Безусловно. Кроме того, танец – древнейший из искусств на планете, а еще танец – это язык, который понятен на любом континенте планеты Земля. Сегодня мы будем говорить об искусстве танца и, в частности, танца восточного. А как известно, Восток – дело тонкое. О восточных танцах и не только расскажут наши гости, которые совсем скоро появятся в студии. Доброго вечера. Итак, друзья, сегодня вечером в нашей программе вы узнаете о восточном танце все и даже чуть-чуть больше. А также об истории его возникновения, секретах, мастерах бэли-дэнса нам расскажет член Белорусской лиги танца, лауреат республиканских международных конкурсов бэли-дэнс, а также чемпионка Беларуси по классическому восточному танцу среди профессионалов, руководитель студии Асхар Анастасия Аляштар. Добрый вечер. Здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, хотелось бы нашу беседу начать с такого вопроса. Вот танец – это самый древний красивый способ общения самовыражения. Более того, танец, он имеет и психологическую какую-то основу, и коммуникативную. Но вот согласны ли вы, что… Даже нет, не так спрошу. Для вас танец – это? Для меня танец – это всё. Я танцем, можно сказать, живу. Он занимает 90% моего времени. Скажем так, танец – это и работа, и любимое влечение, и моя жизнь. А в целом, если есть тоже такое понятие, что танец – это радость и удовольствие. Если нет, то это физкультура. Согласны ли вы с этим? Согласна. Я считаю, что если физическая нагрузка любая не приносит положительных эмоций, то это действительно просто физическая нагрузка. У нас танец – это, можно сказать, он очень положительно влияет не только на физическую сторону, но и на моральную. То есть люди приходят, по своему опыту скажу, на тренировки больше даже за хорошим настроением, чем подтянуть, допустим, свою фигуру. Но они без того тоже, да? Ну, естественно, это в любом случае. Многие приходят, говорят, даже звонят, я хочу похудеть, например, да, или там немножко подтянуть, скажем, осанку свою, да, или заняться чем-либо. Просто для себя, как часто говорят. В итоге вот эти для себяшки, они приходят на занятия, и все начинают активно участвовать в жизни студии, особенно в конкурсной деятельности. Хорошо, хотелось бы, вот как-то мы в общих чертах уже обрисовали сложившуюся картину, что такое танец, восточный танец, но хотелось бы начать с истории. Как в вашей жизни появился танец, и почему именно восточный? Ни ирландский, ни народный, ни классический, ни джаз, ни фанк, а вот именно восток. Абсолютно случайно. Я пошла заниматься, хотела заниматься бальными танцами, всегда мечтала, мне очень нравилось. Мы с подружкой пришли в кружок, можно так сказать, этих бальных танцев, но, к сожалению, там не хватило партнеров. И мы решили как-то искать, что это другой вариант. Да, на тот момент моя подруга занималась уже год восточными танцами, и она предложила просто попробовать. И вот я как попробовала, до сих пор занимаюсь. То есть как удачно сложились обстоятельства? Казалось бы, ситуация нерадостная, что партнера не хватило, а тут еще и подруга оказалась рядом. Ну, я думаю, даже это к счастью, так что ситуация сложилась, все делается к лучшему. Анастасия, вот как и любой танец, он имеет свои какие-то древние истоки. Откуда берет начало восточный танец? Вы, наверное, уже давно занимались восточными танцами, изучили и культуру, и, в частности, историю. Да, но это такой вопрос, вы знаете, существует очень много версий происхождения восточного танца, и никто не может утверждать, правильно, одна версия или другая. То есть, естественно, разные версии, разные варианты, и тут никто не скажет вам, как было на самом деле. Но я уверен, что у каждого восточного региона свои версии появлений, и каждый стремится в этом хореографическом отношении тянуть одеяло на себя. Согласна. Я могу вам немножко рассказать именно про историю классического восточного танца. Он уходит в корнями в Египет. Изначально в Египте жили цыгане. Их называли гавейзи. Они просто танцевали на улицах, это были своего рода такие артисты уличные. Мужчины занимались в основном музыкальной деятельностью, то есть они играли на инструментах, а женщины танцевали. Костюмы у них были закрытые, и они, скажем так, веселили народ. То есть, что-то вроде цирка Шапито. Эти люди, они танцевали и на улицах, и на закрытых, так сказать, вечеринках, откуда пошел стереотип о гаремных танцах. То есть, именно эти гавейзи начинали танцевать на закрытых мероприятиях. И отсюда пошли картины, которые мы можем наблюдать, что танцовщица танцует в гареме. Но на тот момент, это был 18 век, если я не ошибаюсь, правительству Египта не нравилось, скажем так, что именно эти гавейзи, какую несли культуру массы. И они их согнали в город Луксор, в одну местность, где они в итоге поселились. И получается, для того, чтобы увидеть уже танцы, непосредственно нужно было ехать в этот город? Нет. Дело в том, что стали развиваться другие танцоры, скажем так, их называли овалем. И в начале 19 века эти танцоры, они уже имели танцевальное и музыкальное образование. Они не только танцевали, но они и пели, рассказывали стихи. Это были люди высшего сословия. То есть, они, в принципе, работали на закрытых вечерах для высшего общества. И некоторые из гавейзи умудрились проникнуть в среду овалем и, скажем так, внести тоже свои коррективы. Обменяться. То есть, да. И получился взаимообмен, вот именно танцевальные какие-то движения, подача и так далее. То есть, смешались овалем и гавейзи. Но в начале 20 века Египет это был как Голливуд. То есть, туда съезжались артисты, звезды. И одна сирийская актриса и танцовщица Бадия Масабни, она переехала жить в Египет, в Каир, и открыла там свое кабаре. Это было известное кабаре, куда она приглашала танцовщица овалем, обучала их. То есть, они танцевали, задействовали уже не только танцы гавейзи и овалем, но и балет, скажем так, тоже внесли свои коррективы из балета. То есть, танец набирал какую-то постоянную свою основу. То есть, она повлияла именно на развитие классического восточного танца. Оттуда пошли наши раздельные костюмы, лифт, пояс, юбки. Она использовала различные аксессуары для танца, то есть, платки, с которыми до сих пор танцуем. Возможно, вы знаете, такой аксессуар для танца называется шамадан или канделябр, то есть, подсвечник многоярусный со свечами на голове. То есть, именно оттуда пошел этот танец. Так, здесь, получается, танцовщицы должны быть еще и акробатами. Да, для египтян в то время... Здесь не только хореография, здесь еще и цирковое мастерство. Да, они как раз больше именно в этом и специализировались. То есть, они использовали многие цирковые трюки для развлечения публики. Дело в том, что на тот момент очень много европейцев приезжало в Египет, чтобы посмотреть на шоу. И они работали именно для европейской публики, развлекая их. В танец с шамаданом изначально гавейзи танцевали с одной свечкой на голове. Одна танцовщица по имени Шафика в 19 веке придумала... Сказала, пойду-ка я дальше. Да, придумала такой интересный аксессуар, как шамадан. И вот оттуда все стали танцевать, скажем так, с шамаданом. Но 1889 год, если верить некоторым историческим сведениям, город Париж. И что-то мне подсказывает, было это в легендарном, в пресловутом Мулен Руж. Именно оттуда, скажем так, Белли Дэнс начал проникать в Европу. Ну, нет, это был не Мулен Руж. Это была выставка всемирная в Париже. Там собирались разные выставочные залы разных стран. И вот Египет представлял тоже свою страну, где показывались именно танцы овали. На тот момент танцовщицы танцевали в раздельных костюмах. И оттуда, именно в 1889 году, пошло название «Танец живота» – Белли Дэнс. То есть ему это название было придумано. То есть оно дословно так и переводится – Белли Дэнс. Белли – живот, дэнс – танец. Ну, вот основные отличия Белли Дэнса от других видов танца. Ну, как и у любого вида танца, есть определенный набор танцевальной лексики. И, естественно, техническая сторона, то есть насколько сложно изучать движение. То есть мы удивляем, чему больше пластики, внимание. То есть у нас работают плавно красиво ручки, естественно, нижняя часть тела, бедра, живот, естественно, танец живота. Самая отличительная черта от всех танцевальных движений других стилей – это тряски. Шими по-арабски. То есть тряски тоже бывают разные, коленные, ягодичные, то есть разные виды интересные. Это отличительная черта. То есть очень много можно на эту тему говорить, если в общих чертах, я вам уже сказала, по движениям. А вообще, конечно, в каждом танце есть свои изюминки, и для каждого она своя. Анастасия, вот не секрет, что в Восточном танце есть и профессионалы, и любители. У вас лично сколько ушло времени, сколько ушло лет на то, чтобы перейти от одной ступени к другой? Ну, если смотреть с конкурсной точки зрения, по которой, естественно, высчитываются баллы, там у нас есть определенные рейтинги, заводятся классификационные книжки, куда записываются результаты, и, естественно, на каждом конкурсе отмечается. То есть у меня, если считать по этому рейтингу, первых два года это был переход от начинающей в любители. А в течение вот со второго года до, наверное, еще года три я вышла в профессионалы, а потом победила на чемпионате. Ну, просто без пяти минут олимпийский вид спорта. Практически, да. Ну, на самом деле, вы знаете, мне кажется, это просто красивые звания, и нет предела совершенства. Естественно, нужно всегда работать, и это только чемпионат в нашей республике. Проводятся еще различные чемпионаты Европы, мира. Очень грандиозный фестиваль проводится в Каире, да, то есть сердце восточного танца, Египет. Там очень сильные танцовщицы приезжают со всего мира, с Японии, с Америки, с Бразилии, с России, с Украины. То есть бэлли-данс, начиная с восточных стран, захватил просто весь земной шарф? Да. Очень много увлекающихся этим искусством. Много именно конкурсов проводится, мастер-классов. То есть у нас настолько это серьезно. Анастасия, вот на ваш взгляд, откуда такая популярность, что завоевывает людей именно в этом танце? Яркие наряды, необычные движения или в чем секрет популярности, на ваш взгляд? На мой взгляд, это некая магия. То есть любая девушка хочет почувствовать себя королевой. Когда мы двигаемся на сцене в красивых костюмах, красивых образах, мы примеряем на себя восточную сказку. И хочется почувствовать эту сказку, да, уйти немножко от обыденности. И, естественно, это приносит немоверную радость. Мне кажется, вот именно в этом главное преимущество восточного танца. Сначала было увлечение на любительском уровне, потом конкурсы, различные чемпионаты, турниры дотянулись до профессионала. И в один прекрасный день у вас появился ваш Азхар. Да, Азхар появился тоже со временем. Изначально я занималась в студии восточного танца на джах у моего педагога и наставника главного Антоненко Ирины Геннадьевны. Она меня всему научила, скажем, азам всем и привила любовь к восточному танцу. Дала огромный стимул к работе над собой. И с течением времени открылся коллектив. Я изначально преподавала при фитнес-клубе. Коллектив никак не назывался. У нас было приблизительно около 10 человек. Потом мы стали готовиться к конкурсам. Первый конкурс это был 2011 год. У нас в Гомеле проводился. Назывался «Восточная фантазия». Нам нужно было придумать название коллективу. Я стала шерстить интернет. Я хотела красивое, звучное название. Ну и то, которое выражает больше характер наших девочек. Ну и то, наверное, которое еще никем не занято. Ну да. Очень сложно было на тот момент выбрать такое название, не заезженное. Поэтому я наткнулась на название, на букву «А». Хотелось мне почему-то именно на «А». И наткнулась на название «Асхар». Что такое «Асхар»? «Асхар» в переводе с арабского «Цветы». Ну я хочу сказать, что, Анастасия, мы еще к Асхару вернемся в течение нашей программы. А сейчас еще давайте поговорим о вашем творчестве. Есть такое мнение, что для того, чтобы понимать хорошо восточный танец и его танцевать, нужно пожить где-то на востоке, пообщаться на арабском языке, понять, что это за язык, узнать их песни. У вас был такой опыт? Вы учились еще где-то? У меня был опыт работы в Египте. Я работала и в Каире, и в Шарм-эль-Шейхе. То есть я ездила туда тоже почувствовать именно культуру, атмосферу. Для меня это была больше поездка познавательная, чем в финансовом плане. То есть многие ездят сейчас за границу работать по контрактам, специально зарабатывать и жить в стране долго-долго. Я поехала туда почувствовать эту атмосферу. Вы знаете, спустя полгода пребывания моем в Египте полностью мое восприятие танца поменялось. То есть все-таки есть это влияние, именно общение с носителями культуры, когда можно увидеть, как они живут, пообщаться с ними, посмотреть на их отношение к танцу и на их танцы. И, кстати, как они относятся к танцу? По-разному. Если танец они видят на каком-либо торжественном событии, то есть это свадьба или какое-то мероприятие, это очень приветствуется. Публика там достаточно доброжелательна, особенно женщины. У нас немножко в этом плане отличается. То зритель, конечно, принимает танец на ура. Если это, скажем так, закрытые какие-то мероприятия, то есть там немножко может быть отношение к женщинам не очень хорошее. То есть там идут на сцену не потому, что хотят выступать, а потому что они хотят выжить. Многие женщины, для них это просто способ заработка. Скажите, считается, что восточные люди, они наиболее предрасположены к хореографии, вокальному мастерству. Но раз сегодня у нас хореографический вечер, остановимся на танцах. Все ли хорошо танцуют? Или все-таки восточным людям тоже не каждому танец подвластен? Не все хорошо танцуют. Многие, вы знаете, у нас в нашей танцевальной сфере существует такое понятие, как арабизм. То есть наши славяне всегда тянутся за этим арабизмом, ищут его везде и хотят показать. То есть это дано только, естественно, восточным людям, арабам. Мы как бы не хотели, арабизмом мы не владеем. Но техникой, техника у нас достаточно сильная и намного сильнее, чем в восточных странах. То есть там они танцуют, можно сказать, от души. То есть они не делают из этого конкурсы, спортивные танцы. У них это просто развлечение. Танцует душа. Да. Александр, а я вот предлагаю, чтобы мы сейчас все вместе со зрителями посмотрели, как танцует наша Анастасия Аляштар, музыкальный номер от Анастасии. Полностью поддерживаю. Анастасия Аляштара Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 То есть он может говорить о чём-то, я могу уже общий смысл понять, уловить. Какие-то слова, выражения. Очень часто слушаю песни, спрашиваю перевод, о чём эта песня. Он мне говорит, это всё запоминается. Хорошо, на песнях хотелось бы остановиться немножко подробнее. Подбирая под ту или иную композицию хореографическую, музыкальное сопровождение, где берёте материал? Приходится ли отправляться в какие-то экспедиции? Ведь в большинстве случаев то, что можно достать у нас, даже через интернет, это какие-то популярные мелодии, причём, скажем так, какие-то диджейские варианты. А для серьёзного подхода к восточным танцам, что там мне подсказывает, нужно брать именно аутентичную музыку. Где источник, где этот, скажем так, родник этих мелодий? Вы знаете, очень много посещаю мастер-классов различных педагогов, и вот как раз-таки они привозят эту аутентичную музыку на своих дисках и продают её на мастер-классах. Оттуда я беру, скажем, вот эти вот запасы редкой музыки. Но основное, конечно, это интернет. Оттуда всё взято. Анастасия, вот помните момент, когда вы уже стали профессионалом, когда вы уже переросли саму себя, и вы поняли, что у вас есть опыт, которым нужно делиться? Когда это было? Знаете, я ещё до сих пор не осознала тот факт, что я профессионал, и действительно я понимаю, что ещё много-много предстоит работать, и чем больше я знаю, тем больше кажется, что я не знаю. Ну это, наверное, правильно, человек должен постоянно развиваться и своё мастерство оттачивать. Да, поэтому профессионалом я сама себя не могу назвать. Хоть у меня есть эти регалии по конкурсам, но мне кажется, ещё далеко до этого звания, чтобы я могла сама себя назвать. Но, тем не менее, уже есть в копилке достаточно большое количество дипломов, наград, кубков и всего того, что вы заслужили за профессиональную и любительскую карьеру. Но ещё у вас есть самое главное – это ваш Асхар, с которым, если честно, я бы уже и познакомился. Александр, я твоё желание поддерживаю. Совсем скоро в нашей студии появится студия Асхар, но перед этим мы сначала посмотрим их танцевальный номер. «Асхар» «Асхар» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА